В рамках преемственности между образовательными учреждениями поселка Эльбан на базе школы номер 3 состоялось событие кадетское образование от начального уровня к основному. На мероприятии присутствовали заместитель главы Амурского муниципального района Бессмертных Люмила Викторовна, начальник управления образования администрации Амурского муниципального района Гонзюкова Елена Ивановна, директора и заместители директоров школ города Амурска, а также педагоги, родители и обучающиеся школы номер 3 и школы номер 1 поселка Эльбан. Я хочу сказать, что возрождение детского движения как в воспитании, как в образовании, это сегодня актуально в жизни нашей и востребовано в нашей жизни, потому что сегодня главная задача воспитать наше поколение, нашего ребенка разностороннего. И сегодня было представлено, что сегодня эти дети, они интеллектуальные, нравственные, культурные, физически подготовленные. Сегодня это дает возможность нашим ребятам себя реализовать в дальнейшем жизни. И так приятно было сегодня посмотреть, насколько они такие маленькие, насколько они эстетичны и собраны. Я хочу выразить огромные слова благодарности нашим педагогам, педагогам начального звена общего среднего образования за ту работу, которую они проделали в 2012 году. И сейчас вот эта приветственность, это очень важно и значимо. С 2017 года школа номер 3 поселка Альбан ежегодно будет принимать кадетские классы, приходящие сначально школу номер 1 поселка Альбан. В школе уже сложилась своя система военно-патриотического воспитания, имеет церемониальный отряд, а также военно-патриотическое объединение Альфа. Конечно, для нас это новое. Мы впервые будем принимать кадетские классы, но уже очень много сделано в рамках преемственности образования. Разработан учебный план, согласованы внеурочные деятельности, часы внеурочные деятельности с теми преподавателями, которые будут вести. Те часы, которые необходимы именно для развития военной подготовки кадет, это будут вести специалисты воинской части 34-94, также будут специалисты начальной школы продолжать заниматься с этими кадетами. С 2012 года начальная школа номер 1 поселка Альбан начала подготовку по набору кадетского класса. И в сентябре 2013 года уже был набран первый кадетский класс. И на данный момент в школе существует 4 кадетских класса по одному классу на параллель. Занятия ребят больше ориентированы на патриотическое и на спортивно-здоровительное воспитание. Детям нравится, но пока дети, так скажем, приходя из детского сада, не сами определяют, в какой они класс пойдут, пока за них этот выбор делают родители. И вот в этом году было желающих у нас 57 человек, то есть мы могли реально открыть два кадетских класса, но понимая, что мы не сможем создать условия для развития этих детей, мы открыли только один. Спрос на кадетские классы каждый год возрастает. Те ребята, которые не попали в кадетские классы, считают кадет образцом для подражания. А атмосфера взаимоподдержки и взаимопомощи, которая царит в кадетских классах, влияет на весь коллектив школы. Настоящим украшением мероприятия стали показательные выступления юных кадет. Кадеты школы номер один поселка Эльбан показали основу строевой подготовки. Перед гостями выступил отряд мажореток и барабанщиков, а также вокальная группа. Украшением события стал вальс юных кадет.